Друзья, всех приветствую в ходе торговой сессии среды. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал Amarkets на YouTube, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и конечно же не забывайте ставить лайки. И снова напоминаю, что в описании к этому ролику вы всегда можете найти ссылку на наш официальный телеграмм канал Amarkets, в котором на ежедневной основе мы постим большое количество аналитического контента вам в помощь. Что касается текущей динамики, всех, друзья, искренне поздравляю, потому что индекс доллара новые максимумы и я даже уже не знаю, что может остановить, что способно остановить этот локомотив. 114.56, цели которые я поставил еще несколько дней назад, то есть то, что индекс доллара доберется до 115 пунктов. Это цель, которая ограничила с долгосрочными ожиданиями того, куда этот инструмент может прийти к концу этого года. Но, по сути, еще не начался даже октябрь, а мы уже в одном маленьком шаге от того, чтобы сделать указанную цель. Нужно адекватно, друзья, воспринимать происходящее. Сила тренда настолько очевидна, что ни в коем случае не нужно пытаться его напереграть. Если вы считаете, что рисковые инструменты уже достигли своих донных уровней, поверьте, это уже означает, что вы не правы. Настоящие минимумы еще впереди и при таком тренде, который мы наблюдаем сейчас по доллару, я полагаю, что в ближайшей торговой сессии покупателям риска будет еще больнее. Что касается американской валюты, что стало причиной дополнительной поддержки. Во-первых, снова подключились представители американского регулятора, которые после уже прошедшего заседания начинают готовить нас к следующим заседаниям. Каким образом, комментируют перспективы национальной денежно-кредитной политики. Можно сказать сейчас из-за позиций и мнений тех чиновников американского регулятора, которым мы доверяем. Это главы ФРБ Атланты, Миннеаполиса, Сент-Люис. Они как единым фронтом действовали, и подтвердили, что американский регулятор остается привержен поведению жесткой монетарной политики и фактически готов и дальше активно повышать процентные ставки на еще двух заседаниях, которые состоятся до конца этого года. Это в ноябре и в декабре. Ждем, собственно, в ноябре, это 2 ноября, в декабре, если мне не изменяет память, 14 декабря. После того, как вчера вышли данные по заказам товара и ликвидного пользования, прогноз предполагал снижение в прошлом месяце на 0,4%, фактическая цифра снижения на 0,2%, то есть в два раза лучше. Трейдеры увидели в этом даже больше позитива, чем можно было предположить. И решили, что сейчас нет причин негативить из-за фундаментального макроэкономического или, скажем так, фона, который опирается на статистику. Я согласен с этим, потому что, если не придираться, то из последних релизов, которые мы разбирали в последние недели три или даже месяца, ни одного разочаровывающего макроэкономического отчета, который доказывает, что американская экономика, в отличие от многих прочих, держится довольно устойчиво и стабильно. Это еще одна причина, почему я сейчас рекомендую вам обращать внимание именно на долларовые активы, индекс доллара как таковой и американские облигации. Потому что, имея поддержку в виде сильного фундамента, перспективу ужесточения монетарной политики, защитного статуса, доллар будет расти как на дрожжах. И его рост будет опираться на повышение доходности американских облигаций, которые продолжают переписывать локальный максимум уже вторую неделю подряд. И вчерашний день не стало исключением. Сейчас, друзья, 10-летний трежер скотируется на отметке в 4%, а двухлетние облигации держатся на уровне 4,3%. Это максимумы за 12 лет для 10-леток и за 15 лет для двухлеток. То есть, очевидно, на таких экстремальных значениях облигации будут привлекать большое количество капитала, которое будет в них идти через конверсионные сделки с участием доллара. И доллар на этом фоне выиграет еще больше. Я не сомневаюсь в том, что американский регулятор может создать условия для еще большего роста к концу этого года. На текущем этапе, на данный момент времени, участники рынка начинают закладывать уже больше, чем 80% вероятность того, что 2 ноября ФРС повысит ставку снова на 75 байсных пунктов, то есть четвертый раз подряд. Потом в декабре будет повышение на 50 байсных пунктов и, соответственно, ключевая процентная ставка к концу года будет повышена до 4,5. Делайте выводы, друзья, это нужно, потому что оценивая вот этот глобальный фонд, вы поймете, что путь наименьшего сопротивления сейчас, конечно же, все равно находится на траектории восходящего движения. Доллар-йена 144,70 вчера я комментировал именно следствие валютных интервенций. Мы пришли с вами к выводу, что если японский регулятор, прошу прощения, на прошлой неделе вмешался в игру, когда пара доллар-йена тестировала сопротивление 145, то, возможно, уровень 145 это и есть вот это заградительное красное, пунктирное, невидимое для рынка черта, где предел прочности и терпения фактически улетучиваются японского регулятора. И в этот момент времени он готов выходить на рынок, проводить интервенции и создавать условия, при которых курс валютной пары доллар-йена корректируется. Если вам импонирует такая точка зрения, если вы согласны, что банка Японии не остановится на последних решениях, и будут новые и новые интервенции, потому что переживают за односторонний обвал, однонаправленный и резкий обвал национальной валюты, то тогда продажи валютной пары доллар-йена выше 145 могут быть довольно перспективным торговым решением. По другим финансовым активам. Пара фунт-доллар 1.0645. Для тех, кто еще в сделках, обозначаю и вижу потенциал того, что фонд все-таки снова опустится ниже отметки 1.05, это все следствие крайне недальновидной политики новоиспеченного министерского комитета и премьер-министра Англии. Потому что сейчас сделана отставка на большие дотации, субсидии, на сокращение налогов. Это в тот период времени, когда, опять же, увеличиваются социальные платежи. В конечном счете, я думаю, что правительство лист раз осознает то, что инфляция при таких мерах воздействия на экономику может выйти на совершенно новые уровни. Это уже будут запредельные значения в районе 15-20%. И, судя по всему, фонд согласен с перспективой довольно мрачного сценария, который может реализоваться. И я разделяю точку зрения тех, кто видит потенциал обвала пары фунт-доллар в район паритета. Но в этой сделке я не участвую. Раньше вам уже говорил, что можно фиксироваться. Европейская валюта. Ждем отметку 0.95. До нее остается совсем чуть, фактически чуть больше 50 пунктов. После оценки всего слабого макроэкономического фундамента сейчас трейдеры несколько сместили фокус своего внимания на политический фон после победы в Италии партии ультраправых. И именно победа ультраправых подтвердила и подсветила то, что новый политический строй начинает все дальше отдаляться от центра. И евро, который был как проект еврозоны, начинает уже вызывать сомнения в своей долговечности. Опять же, если политики в ближайшее время, европейские политики перестанут ладить, то вопрос существования еврозоны и европейской валюты как таковой будет довольно-таки актуальным. И на мой взгляд, он еще не вставал так остро, как сейчас, ну, по крайней мере, с 2010 года. И если мы, опять же, обратимся сейчас к графикам и увидим то, что пара евро-доллар постепенно снижается в район отметки 0.9, и мы уже привыкли к тому, что пара котируется ниже политета, я думаю, что такого рода разговоры не лишены смысла. Масло в огонь подлило еще Лагард, который отметил, что в ближайшие кварталы экономику ЕС ждет самое настоящее испытание. Конечно же, это будет усиливать давление на главный валютный риск. И по остальным активам S&P все ниже 3637 пунктов, цель 3500 остается прежней. И обвал американского фондового рынка потащил за собой крипту Биткоин, который мы шартили с долгосрочными целями, там, 15-16 тысяч. Эти цели сейчас актуальны, потому что в моменте Биткоин котируется на отметке 18 769 долларов. Друзья, на этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание и хорошей другой сессии. Всем пока!